Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, распространяйте наши видео, поставьте колокольчик, и вы первыми будете знать, что новое видео вышло на нашем канале. Сегодня у меня в гостях в студии здесь, на канале «Взгляд с небесный», мой друг, брат, пастырь, епископ Андрей Матюжов. Андрей, приветствую тебя. Приветствую. Давно не виделись, уже только-то в эфиры смотрим. А скажи мне, вот ты, мы знаем друг друга давно, еще с 90-х годов, я знаю, что ты пришел немного позднее в церковь, чем в 93-й год, когда мы начинали церковь в Кемерово. Я знаю тебя, что ты спортсмен, всю жизнь занимаешься. Да, у тебя было свое прошлое в молодости, далекая молодость, как и у каждого из нас. Ты двукратный чемпион России по боксу, ты постоянно в спортзале, учишь ребят, молодежь, поддерживаешь до сих пор своего тренера и тех, кто занимается там. И вот в интернете сейчас буквально пытаются некие силы распространить эти видео, как много уже раз пытались всякой лжи, грязи облить тебя и других многих служителей божьих, что якобы у тебя проблемы с алкоголью, называя пьянию и всем остальным. И вообще это как-то не бьется с тобой. Ну, надо сначала всегда смотреть на саму личность, на то, что он делает. И есть ли личность вообще. Да, и есть ли личность там вообще. Потому что надо понимать, что если у человека есть свое мнение, если у человека есть какие-то убеждения, то он обязательно найдет врагов, которые не будут разделять его убеждения. Ну, а в нашей стране, если у человека есть гражданская какая-то позиция, то, соответственно, будут выдумки присылать очень много. Как от братьев, от верующих, так и неверующих. То есть я известен чем, что я смело высказываю свой взгляд, допустим, по Писанию, если, допустим, священники в каких-то вещах лицемерят. В качестве даже тебя, когда тебя незаконно, не по-библейски отстранили. И, соответственно, я через это приобрел много врагов в этих кругах. Когда Фургала, как говорится, арестовывали, я выходил на площадь в поддержку Фургала. Когда были митинги за честный выбор, за Навального и за все политзаключенных я выходил. Поэтому у меня есть активная гражданская позиция. И, естественно, на протяжении уже, ну, скажем, больше 10 лет я преследуюсь, ну, как бы, людьми, как власть имущими, которые заводили и фейковые, и, как говорится, липовые административные дела, пытались повешать уголовные дела. Так как я бизнесмен, были атаки на бизнес, проверки, пожарники, налоговые, то есть разные такие ситуации. То есть мне приходилось за свое доброе имя или за свои взгляды платить определенную цену. И, естественно, ну, как у нас всегда принято, когда у человека есть личность, там придумают то, что он и пьяница, и вор, и разбойник. Там я даже читал фейковую новость, сделали ударение, что он был бандитом, да. Ну, как бы, ну, это просто, и имя, это, как бы, кличка у него была утюжок, что он утюгом пытал. Но те, кто в Кемерово знают меня, вот что, что бандитом я вообще никогда не был. Был спортсменом, был бизнесменом, стал, как говорится, верующим, потом стал епископом. Но, опять же, вот это в мыльных этих, как говорится, желтой прессе утюжок, понимаешь? И все вот, даже я, будучи спортсменом, знаю много людей из криминального прошлого, мы же все из спортзала вылезли, там, и милиционеры, и бизнесмены, и, как говорится, знаю, и бандиты тоже. Мы друг друга все прекрасно знают, и уж они там хохотали, говорят, Андрей, ну тебя-то утюжком, ну, назвать это вообще, ну, как бы. Поэтому это все из желтой прессы, как говорится, какой я, что я, и пытаются, естественно, залезть в богословие, да. То есть я вот ресторатор, да, у меня были свои магазины, да, и, естественно, в магазине у меня тоже и в ресторане были определенные напитки, да. И многим верующим это не нравилось, ну, как бы, а вот что это, в магазине есть напитки или в ресторане есть напитки. А это тоже связано с определенными предрассудками, потому что, говорят, вот у нас одни наркоманы, там, как бы, это, есть и соблазня, там, священники. То есть, ну, так же можно сказать, ну, девушка придет модно где-то, ну, что теперь, ну, как бы, моду зачерпнуть. То есть, как говорится, вырви, не смотри, есть же люди другие. Соответственно, с этой стороны, допустим, взгляд о том, что, исходя из бизнеса, и даже вот, ну, берем, что и Иисус у нас в свадьбу ходил, там, и так далее. У меня в этом вопросе спокойные взгляды. То есть, я могу, как бы, встретиться с людьми, могу с ними посидеть, можем налить в бокал вина, и я, как бы, к этому спокойно отношусь. Но, соответственно, пытаются что сделать? Преувеличить это все. Ты пьяница, ты блудник, ты развратник, ты, там, налоги не платишь или еще какие-то вещи, ты утюжок. Вот это все из той оперы. Ну, ты же был однажды в Росхове. Ты знаешь, вот я периодически перечитываю и перечитывал раньше основы вероучения. Там написано, что категорически против алкоголя. И знаю, причем, наверняка, что половина, если не большая часть Духовного Совета пьют. Да, знаю. И выпивают, и главы их всех ассоциаций. Это и вы, ну, мы же давно с тобой священники, мы по миру ездим. Мы общаемся с православными, и со староверами, и с католиками. То есть, если взять, допустим, библейское учение, ну, одно дело задекларировать, а другое дело, понимаешь, жить. То есть, здесь всегда надо понимать такую вещь. Ну, я, ну, со своей стороны, ну, как бы, ну, несколько, может быть, священников всего лишь знаю. Один из них ты, который вообще, ну, как бы, в этом вопросе категоричен, да, допустим. Ну, опять же, я же знаю, допустим, твои взгляды, что, ну, по Библии, ну, как бы, ну, это есть. Но просто вот это, в принципе, твой выбор. Это как вот есть неверующие люди, которые говорят, я тоже здоровый образ жизни. Но это никак не относится к спасению. Это вопрос личного выбора человека, как говорится, чтобы, ну, и мы сейчас в богословии же не будем разбирать. Ну, вот смотри, судя по тому, что я наблюдаю, как быстро пытаются вот сторонники и клеветники братьев наших распространить всю эту фейковую информацию о тебе, я понимаю, что за этим, вот для меня вообще нет сомнений, что за этим стоит наша спецслужба. Я как-то нашел сайт у вас, Кемеровский. Потом я тебе задал вопрос, помнишь, и ты говоришь, это ваши ребята, эшники, по-моему, там, отдел по экстремизму создали там против тебя, против других оппозиционеров, всю грязь выливают, выставляют туда. И, кстати, вот в тех видео, обвиняющих тебя, там все идет, якобы, факты подтверждаются как раз с этого сайта, который создали представители спецслужб. Из этого сайта, вот у меня тот же момент, что я был криминальным авторитетом, утюжок, что меня в алкогольном опьянении там арестовали на 15 суток, это все фейк, это все ложь. То есть 15 суток я сидел, и надо всегда понимать, из-за чего я сидел. То есть я не люблю эти все вещи говорить, потому что это целая длинная история, целая передача. Но это была разработка спецслужб, чтобы меня выманить из дома. Я тогда был лишен прав, действительно я был лишен прав по алкогольному моменту. Там тоже был вопрос спецслужб, я общался, как бы это. Вот. И мне сказали, приезжай быстренько в УВД, потому что были обыски в церкви. И, как говорится, забери компьютер, и все. Все, что изъяли. Я как бы соскочил, прыгнул в машину, поехал в следственный комитет, вышел из машины, прихожу к следственному комитету, и меня сразу арестовывают, видеокамеру, что вот, ты был лишен прав, и сразу же в суд, и на 15 суток. А в этот момент, в этот вечер, у меня проводили обыски. То есть, им надо было сделать так, чтобы меня убрать из дома. А причина, почему обыски, я же потом со следователем разговаривал, и все вещи. То есть, они говорили, в 2014 году ты просто высказал, что война с Украиной, это брата убийственной войны, и все, кто в этом участвует, а я с кафедрой это говорил, это, в принципе, люди, которые находятся во власти темных сил. Поэтому мы должны молиться, разрушать, чтобы брата убийственной войны, тем более, она с христианами, все-таки украинцы, это, ну, как бы, братья по вере в масти своей. Это вообще грех, понимаете? И в тот момент это противоречило политике государства. И мне даже говорили, когда я сидел, мне говорили, мы сейчас делаем уголовное дело на тебя. То есть, ты сейчас 15, потом выйдешь, мы тебя арестуем, потом на полгода посадим. Ну, то есть, вот, и вообще, когда сидел, вроде бы, ЭВС за 15 соток, но я сидел с отпетыми уголовниками, убийцами, мошенниками. Там, ну, там, ну, такие условия создавали, чтобы просто напугать, сломать, понимаешь? И вот, когда ты сидишь, как бы, ты в этот момент, как бы, спрашиваешь, а кто я? Потому что ты сразу вспоминаешь, что Евангелие процветание здесь не работает. Ты вспоминаешь апостола Павла, вспоминаешь Иосифа, как они проходили. И ты сидишь и понимаешь, что я, по моей христианской совести, я не мог по-другому поступить. Я поступил, как мне говорила моя христианская совесть. Ну, ты платишь цену. И Бог действительно был тогда. И проходила была евангелизация. И мастерство, и даже, знаешь, как сказать, а когда я вышел, обо мне весь мир узнал. Потому что епископа, который, как бы, ну, садит, ну, это за слово, это, как бы, скандал. И думаю, надо же так, вот, был какой-то пастор маленький, из Кемерово, начал заявлять, посадили, и обо мне и Эхо Москвы, и другие, там, знаете, все рассказали. И начали многие слушать и смотреть мою позицию, что я заявляю. То есть я увидел, что даже вот это гонение пришло во благо. Вот абсолютно так же я отношусь и к сегодняшнему этому фейку, потому что, ну, как бы, Писание учит, чем сильнее призвание, чем сильнее благословение человека, чем правдивее, то он обязательно пройдет через трудности. То есть ни Моисей, ни Иосиф, ни Авраам, ни Иной, ни другие герои веры не прошли, как сказать, без трудностей эти вещи. Были трудности, гонения, в мире будете иметь сколько, но мужайтесь. Я победил мир. И в этих трудностях является слава Божья. Поэтому я к этому отношусь, не то, что там раздраженно, там, или там, ой, я к этому отношусь как способностью проповедовать, евангелизировать, потому что даже вот этот хейп задает вопрос. Вот у меня вчера был эфир, тоже можете зайти на мой YouTube-канал, посмотреть. Пришли много людей, прибежали, конечно, и волки, боты все эти, но пришло много людей, которые начали задавать личные вопросы. И были такие моменты, которые люди там, вот в этих скандалах пришли в церковь и сказали, надо же, есть священники и справедливые. Есть священники, которые поднимают голос за истину, за сироту, за вдову, как говорится, за голос правды, не только там покайтесь и веруйте в Евангелие. Поэтому я к этому вот так вот отношусь. Слушай, у Иоова написано, мне кажется, это о тебе. Сокрушал я нечистиму челюсти и сторгал похищенное. О праведнике написано, об Иоове. И он о себе сам рассказывает, вот что в его жизни было. Многих поразил твой язык. Зная тебя, зная твое боксерское прошлое, я знаю, как ты разговариваешь порою, знаю, что у тебя всегда есть желание, не всегда, но иногда возникает крепко, кому-то дать, зарядить. И многих людей, наверное, это смутило, тех, кто не знает тебя. Так-то я же понимаю, что ты словом можешь не из лексикона, так сказать, для благочестивых христианских ушей, хотя все мы живем в обществе, мы общаемся на одном языке, и это поражает, вот как мы фарисеями становимся, вы при мне не говорите, да как не говорите везде об этом. Они что, не в мире живут, что ли? Они что, в автобусах, в метро не ездят? Они бизнесом не занимаются? Знаете, я вот всегда учу в церкви, что нужно Христа поставить на престол нашего сердца. И что значит Христа поставить на престол сердца? Это понять три вида мышления, да, это путь, пророк, да, Иисус, я есть пророк, это путь всей своей жизни, да, я иду за Христом и иду за его волей. Это священник, это уметь отделять грех от грешника, да, как бы понимать, что людей плохих нету, да, есть просто неправильные взгляды, мышления, да, как бы надо уметь вот это, как бы священническое действие. Это также путь царя. А царь, это уметь защищать, то есть защищать то, что тебе Богом верено, да, и понимаешь, что я, понимаешь, я возглавлял крупные бизнесы, да, то есть, допустим, у меня проходили миллионы просто за сделку, понимаете, я однажды помню, когда ты приезжал, у меня был большой, сложный, когда меня хотели как бы на 15 миллионов кинуть, да, и приезжала куча машин, там, вызывали, вы приходили вот с такие вот, ну, все, ну, как бы распальцованные. Я же помню, ты взял меня на одну стрелку, мы поехали, встречали. Да, на одну стрелку, я поехал один, я, как бы, ну, когда они начинали, я с ними жестко разговаривал на ихнем языке, как бы, я говорю, вы меня пытаетесь запугать, я на небо-то, в принципе, я знаю свою прописку, но у вас этого не получится, я говорил с ним на жестком языке, чтобы они не могли своровать. Будучи пастором, я часто попадал в такие ситуации, когда нас было, ну, там, блатные, как бы, верующих брали, а так как я уважаемый среди, как говорится, криминальных кругов, там, ну, как будто меня уважают люди, потому что они знают за меня, что я никогда не был, как на ихнем языке, крысой, трусом или еще что-то. Я приезжал и заступался за верующих, как напишет на Давид, да, я из-за льва вынимал ягненка, то есть я всегда, и, как бы, за мной, ну, как бы, даже у нас в Кемерово все знают, что верующих трогать нельзя, потому что приедет Матюжов, понимаете, он приедет и будет разговаривать, поэтому, когда наезжают на братьев, на церковь, на сирот, как говорится, у нас вот, опять же, в Кемерово выделили деньги для сирот, большие деньги под строительство домов, и, ну, как бы, и пропали. Я это видео, это делаю, опубликовывал, и понятно, что они там в определенных местах затерялись, то есть, ну, и тоже я кому-то причинил вред на 500 миллионов, не заступался, ну, за сирот, то есть я вижу, что это по-библейски, кто говорит, это политика, нет, понимаете, мы живем в этом мире, поэтому я понимаю, что Бог меня, как бы, наделил определенной смелостью, храбростью, я вырос в этих кругах, я знаю, как они общаются, понимаешь, поэтому, да, я, как бы, это, ну, скажу следующий момент, что иногда, когда, говорится, когда с волками, как говорится, ты встречаешься, там ласковый язык, как говорится, не идет, и ты иногда имеешь вот эту, как сказать, веру, силу, дерзновение сказать на ихнем языке, тогда они поймут, то есть, с врагами надо иногда уметь отстоять, понимаешь, поэтому, когда наезжают на церковь, наезжают на бизнесменов или еще какие-то вещи, я спокойно отношусь, когда верующие в порыве иметь правильные мотивы защитить себя, близких, свой бизнес, а как бы с нечестивыми, с хамами могут перейти на этот язык. Я думаю, что в этом вопросе очень много минусов именно в богословии христианском, потому что у нас следующее, видишь, беду, уклоняйся, это политика, ну, понимаешь, это трусость, по большому счету, но они прикрываются, и когда видят хама, молчат, ну, если ты хама, вот, ну, я вот, как сказать, в кино иду, если кто-то там напился и начинает там мешать всем фильм смотреть, я подхожу, говорю, ты, это самое, не мешают тут люди, он там, что-то не нравится, я говорю, конечно, мне не нравится, выйдем, конечно, выйдем, ну, как бы, я ищу драки, ну, как бы, ну, я не терплю хамство, понимаешь, и, как бы, это самое, и поэтому люди часто могут сказать, вот ты такой, да, я такой, простите меня, да, я такой, но если вы посмотрите мотивы, почему я это делаю, то я не для того, чтобы, знаете, жить такой, знаете, хамской развратной жизнью, я такой, мотивы всегда были защитить истину, мотивы всегда защитить людей, то есть это, как бы, защитить бизнес, то есть, ну, мне Бог, я бы, вот, знаешь, я за то, чтобы у христиан было оружие, как в Америке, понимаешь, чтобы человек мог себя защитить, то есть я такой, ну, человек, который, ты должен быть не только священником, не только пророком, но и воином, понимаешь, ну, и царем, ты мог, должен защитить, почему у нас верующие уезжают там за границу, В Америку хотят много эмигрировать, другие страны, потому что они там чувствуют себя защищенными. А здесь мы себя даже от собственного государства не можем себя чувствовать защищенными, понимаешь? И поэтому, когда приезжают там милиционеры, они же прилетают, сколько вот этих моментов обысков, в репцентр, лежать на пол, там это. Я заезжал, в камеру включал, вообще борзели что ли? Вы почему граждан России? Они такие, там помню полковник, уберите мутюров, это тоже в интернете есть. Он нам все следствие валит, потому что, когда они видят смелых людей, которые не боятся их, они сразу же, ну, понимаешь, у них что-то происходит внутри. А закон не вспоминают? А? А закон не вспоминают. Они говорят, вы же пастор. Я говорю, да, пастор. Но пастор должен защищать своих овец. Пастор должен защищать Евангелие. Пастор должен быть смелым. Поэтому это, ну, это, как говорится, это сегодня недостаток священства. Потому что многие священники богословские не образованы. Во-вторых, они, извини, я еще договорюсь, две секунды. А во-вторых, очень много из бывших вышли, понимаешь. А наркоманы. Да, наркоманы. А их били в отделение, прессовали. Они, у них на генетическом уровне вот этот страх запечатлился. И вот это, кстати, что по каналу там это говоришь, да. Оно же, понимаешь, я взываю вопрос. А почему вы только, понимаешь, протестантов? Почему, как бы... Ну, это видно, однобок. Да, однобок, только протестантов. Почему не православных? Что там, нет такого? Ну, почему не католиков? Почему не мусульман? Не мусульман. Понимаешь? И здесь, действительно, я с тобой соглашусь. Я, мое, опять же, мнение, я считаю, что это чисто воды заказ спецслужб. Потому что все выстроено вот в этой форме однобока, а только это и удаление найти недостаток, смешать его всем, совсем выкинуть. Ты знаешь, это напоминает советские времена. Вот советские времена, когда верующих гнали, сажали в тюрьму, судебные процессы. Сейчас редкие кадры можно найти в Ютубе, кто-то вот оцифровал и все. Там все обвинения были точно такие же. Там воры, несуны, тунеядцы сплошное было. Нам пастырей, когда сажали. И все вот эти статьи и всему миру показывали, вот как вот эти сейчас боты набежали, как ты говоришь, да? И начали откидывать, везде распространять. Твоим друзьям, я так вижу, начали раскидывать по церкви. Знаешь, ну, как говорится, кто чем богат, тот тем и кидается. Если у ребят по-другому... Да, от избытка сердца. Ну, сердце или другого органа, знаешь? Да, да, органа, да. Кто чем богат, тот тем и кидается. Но в советское время это очень напоминает, что ничего не меняется вот в рядах советских наших или российских спецслужб. Все те же, ну, старые прогоны, знаешь, те тунеядцы были, те были там алкоголики, те там жулики и воры не работали, советский строй разлагали. И сегодня, да, тоже находят. Я не удивлюсь, если еще на кого-то найдут там. И находят же постоянно. Я даже, знаешь, что не удивлюсь? Что вот этот ролик, который он снял, сурок где-то на НТВ или еще что-то будет, ну, как бы пропишут, прогонят. Потому что это сегодня, ну, скажем так, государственная политика, да? Чтобы вот это, ну, как бы борьба с инакомыслием, понимаешь, молчи, то есть смиряйся, пригибай, будь рабом, да? То есть эти времена были. И вот я просто абсолютно согласен, ну, как бы убежден, что, ну, опять же, мое мнение, это вот эта вся работа. Потому что по методичке все действует. Ничего нового не придумали. Нет. Все по методичке. Я даже не знаю, что еще сказать, слушай. Я знаю, что я скажу. Знаете, ребят, умные люди понимают, понимаешь, есть вот такой сектантский стиль мышления, когда, ну, знаешь, дьявол разделяя властвой, там, ты вот кальвинист, это предопределение, ты не молишься на языках, ты не молишься, ты православный. То есть, понимаете, мы можем многие разные библейские, ну, как бы, писания по-разному. Но ниже он же разнообразный. Заходишь на природу, смотришь, там ромашка, там роза растет, там цветы, это же красота. И, естественно, когда люди в какой-то части красоту, благой вести где-то видят, это дает нам разнообразие, да, это покрывает нам природу. И умные люди, они слушают друг друга, общаются друг с другом. А вот сектантские, вот эти все мышления, они дьявол что-то пытается сделать, разделяя властвой, чтобы мы говорили, ты не прав, ты не такой, ты не такой, ты не такой. Вот что вот этот сайт хочет сделать? Вот тут, ну, всегда надо, с какой целью не преследовать? Говорит, надо, чтобы он перестал быть пастором, чтобы он перестал быть епископом. А если дальше послушать, они вообще говорят, церкви не нужны, нужны просто домашние группы. Нужны, чтобы просто люди собирались, и каждый, кто что хочет сказать, тот и будет говорить, и вот, знаешь, и это есть Господь. То есть они не понимают, что есть младенцы во Христе, есть волки во вечерах. А мне кажется, все понимают. Мне кажется, люди, которые их направляют, наши спецслужбы, то есть для меня нет сомнений, что это проект оттуда. А люди, которые как боты, знаешь, налетают сразу хейтить, писать грязью, обливать, везде раскидывать это все, это просто вот люди без. Я посмотрел, и я вынес свое решение. Это такие же люди, без царя в голове, без церкви, без христа в сердце. Ни почтения, ни уважения к старшим, ни... А знаете, с чем встретился еще? Некоторые прям пишут, а вы вот мне докажите. Я вот ему написал, или я с ним поговорил, или мне тоже, а вы мне. Я говорю, а кто вот такой? Мне по 100 сообщений присылает, дай свою мнение, дай свою точку. Я вот такое ощущение, что я больше не работаю. Единственным путем должен этим по 100, каждому отвечать и богословски разъяснять. Причем людей, которых ты ни разу не видел, ты не знаешь даже. Да, людей, которые не знают, да. И ведь обосновывают же, типа в Библии же каждому дай отчет. Ну да. А кто ты каждый? Все сидит, товарищ, там лейтенант, не думает, что капитана посадят на эту всю фигню писать. И он тебя троллит там. Забирает наше драгоценное время и жизнь, да? Да. Если хотите слушать, вот зайдите на канал, там все есть. Пойду же, как сказал, я же ничего тайного не делаю. У нас же все, у нас все, ютуб, все наши учения, все наши взгляды. Пишите свои вопросы, сделается программа, дадим ответ. Это нормально, и поэтому надо действительно общаться, как бы друг с другом, разговаривать. И вот я хочу такую фразу, знаешь, сказать. Организованную преступную группировку можно побить организованной праведностью. Я думаю, что хорошие люди должны объединяться, увидеть, что есть Христос, есть его воля. Мы верующим, по крайней мере. Допустим, верующим, как Авраам объединился, когда против пяти царей, он говорит, мы соседи, да? Это вот наша страна. Мы не хотим, чтобы рядом были там войны, или коррупции, или беспредел какой-то, бесправие. Мы за истину, за порядочность, мы должны объединяться и как бы поднимать голос. Потому что, когда ты один, это одно. Когда у вас, конечно, 300 гигионусов, это немножко. Но когда это уже есть, знаешь, как сказать, это уже культура, да? Почему, допустим, в Америку часто, или в Канаду часто там поднимается? Там уже есть культура, понимаешь? Если есть беспредел, народ может терпеть, но потом народ станет. Потому что есть культура. И поэтому в нашей стране вот этой культуры не хватает. Это вот мое личное мнение. Понятно. Знаешь, что, пока мы говорили, сейчас мне мысль пришла очень интересная. Слава Богу, что 2000 лет назад не было никаких источников для записи. Ну, то есть, ни видео не было, ни камер, ни телефонов, ничего остального. Я представляю заголовки иерусалимские, когда Христос разогнал всех в храме. С фотографиями, с видео перекошенными, когда он гоняет. Это целый рынок надо было разогнать. И деньги меняли, и стадо, и эти все. И он гнал их кнутом. Наверное, и выражение лица было такое. Вот представляешь, если бы все это сняли, и потом бы тиражировали. Какое христианство? Какая любовь? Вот они, картины. Вот он их всех бьет. Негоже взять хлеб у детей, кинуть его псам. Апостол Павел говорит, ты стена побеленная. Ну, то есть, раньше писали же на стену и подбеливали. То есть, он говорит, ты стена обосанная. Понимаешь? Ну, то есть, апостол это сказал. Как это что? Ну, поймите, Бог – личность. И тоже написано, что он не такой пушистый, такой дедушка, как, знаете, с бородой. Ну, видно, что гневается, но не до конца. Понимаешь? Он говорит, недолго духу моему будет быть в пренебрежении. Вы должны понять, что есть разные люди, понимаешь? Разными взглядами. Ты можешь быть спокойным. У меня жена – ангел, понимаешь? Она всегда от конфликтов уйдет. Она вообще, ну, как бы, старается максимально. Но, опять же, бывает такой момент, когда она говорит, Андрюша, иди же впереди. Я просто не могу. Ну, ты вот, ну, со своим вот этим, ну, как бы, ну, как бы, иди. Потому что там просто охамили люди. Поэтому надо видеть силу каждого. Общаться, принимать каждого. Смотреть мотивы друг друга, понимаешь? Потому что цель и мотивы, всегда, они, можно тогда объяснить человеку. Почему он так живет? Вот какая цель, какие мотивы в жизни? А дальше, понятно, нету совершенных людей. Есть совершенный Бог, совершенная цель. Вот это вот мои взгляды. Спасибо, Андрей, за ответы, за все. Друзья, я не призываю вас делать свой выбор какой-то. Я просто знаю и уверен, и понимаю, как все это работает. И вы понимаете, что любого человека сегодня могут обвинить в чем угодно. Мы знаем много дел, которые заводились ни за что. Очень много людей сидят в тюрьмах по таким же причинам. Мы знаем, сколько пытают людей, добиваются нужных признаний. Мы видели эти шокирующие кадры, сколько людей ломают, насилуют в тюрьмах. Это стало сейчас доступно и известно. Что ни для кого не секрет, как работают некоторые службы неправильно. Не этого заслуживает наш народ и наша страна. Мы понимаем все это. И благослови всех Господь, конечно. Благослови. Дай нам мудрости. Дай нам истины. Терпения. И стоять за истину, конечно. И не бояться. Самое главное, мы должны, знаете, друзья, о чем понять. Что какая бы ситуация жизненная ни была. Вы вспомните, в любую эпоху были сложные жизненные ситуации. Но всегда Божий народ побеждал. Поэтому вы должны всегда понять, как бы сложно ни было. И из пустыни выйдем, и из огненной печи выйдем, и из пасти львиной выйдем. Бог вчера, сегодня и во веки тот же. Не обманывайтесь этими обстоятельствами. Возьмитесь за завет. Преодолейте страх верою вашей. И Бог обязательно начнет действовать. Аминь. Напомню, что мой гость сегодня епископ Андрей Матюжов Кемерова. И наш канал «Вгляд с небесный». Подписывайтесь. И подписывайтесь на канал Андрея. И вы лучше узнаете его как человека, как пастыря. Благослови всех Господь. Спасибо. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.